Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов Молодая девушка перед статуей Пана, Кладион, около 1775 года, терракота, высота 45,1 Настоящее имя французского скульптора Кладиона Клод Мишель Первые уроки он получил у своего дяди Адана, затем у Пегаля Как и многие художники в свое время, Кладион совершил длительное путешествие в Италию Его произведения, изображающие грациозных вакханок, прелестных нимф, дерзких сатиров, шаловливых амуров Мир беспечной и счастливой юности царства природы Камерные работы мастера, свободно владеющие пластической формой, отличаются лиричностью Его излюбленные темы стали праздники, танцы Как правило, скульптурная группа автора состоит из двух-трех фигур В 1773 году Кладион впервые представил свою работу на салоне Это принесло ему широкую известность и славу Годами расцвета творчества мастера стали 1770-е К этому периоду относится и создание скульптурной группы Молодая девушка перед статуей Пана Она изображает висталку, которая подводит совсем юную девушку к алтарю Пана Бога дикой природы и пастбищ Героини закутаны в тонкие струящиеся ткани Стоящая перед статуей Пана курильница говорит, что жрица привела сюда спутницу для совершения обряда инициации Обряд инициации – это обряд, знаменующий переход индивидуума на новую ступень развития В рамках какой-либо общественной группы или мистического общества Справка Присутствие в композиции Купидона – Бога любви, свидетельствуя о том, что девушка готовится выйти за Вот такое описание к работе Клодиона «Молодая девушка перед статуей Пана» я нашел в интернете Пока-пока, до свидания, давайте посмотрим на эту работу Текст по книге «Великий музей мира» До свидания Субтитры создавал DimaTorzok